итак вот такая у меня пока что композиция получается и я бы хотела с вами ее доработать и показать например как я делаю прозрачности возможно это не всегда подходит но в данном случае такая техника подойдет и давайте вам покажу как я ее сделала возьмем один фонарь нам надо удалить все то что скажем так имеет ну хотя в принципе можно даже и так оставить давайте даже так оставим заодно и проверим я делаю размытие по гауссу абсолютно допустим вот так вот но так как растровые эффекты использовать нельзя да то есть я делаю растрировать это получается в некотором смысле растровый объект но он размытый мне это нравится и далее я делаю создать сетчатый градиент и максимально 50 на 50 ну или сколько хотите получается вот такой вот элемент и я ему даю эффект умножения и получается на любом фоне белая часть она будет скажем так исчезать а цветная останется это первый момент как я сделала прозрачно дальше как я делаю вот такую тень думаю это в принципе ни для кого не секрет но повторим если вдруг вы только начали осваивать иллюстратор я делаю черно-белый прямоугольник полностью черный по rgb с одного края и белый с другого выделяю фонарь и мой прямоугольник создать маску и должна стоять именно функция обрезки переворачиваем черный белый получается белый это то что видимо черный это то что не видимо работая вот в этом квадратике мы можем редактировать градиент до как-нибудь его видоизменять переходя на фонарь мы переходим в наш обыкновенный наш рабочий документ вот таким образом я сделала данную тень и еще я хотела бы с вами посмотреть такой момент как тень между объектами сейчас смотрится достаточно плоско я хочу допустим прибавить некий объем я создаю вот такую вот сферу полностью белую по краям и с краю скажем так серую и даю эффект затемнения основы вырезаем control x а ну тут же никакой группы нету поэтому в принципе как видите она дает такую контрастность и данную сферу я хочу вставить в между фонариками там не один вот второй фонарик и вставляем между ними между нее вставляем вот такая вот история у меня получается можно дать эффект умножения умножение и сделать допустим более темный и вот так вот вот то есть эффект умножения он дает именно такую эффект тени а затемнение основы он все-таки делает контраст то есть допустим мы можем сделать вот такой вот эффект да то есть именно между фонарями обыкновенную тень и сделать сверху что-то такое более общее до затемнение основы но имейте ввиду если изменится фон вот видите их становится видно поэтому сейчас мы сделаем допустим вот эту коррекцию да рассчитывая что это будет композиция и фон мы уже допустим менять не будем а если бы мы меняли фон тогда все было бы немножко по-другому тогда из одного слоя мы объединяем все что меж нам не надо ставим на самый верхний слой даем белый цвет блокируем прячем теперь делаем ту самую цветокоррекцию с помощью затемнения основы также можно воспользоваться осветлением основы если вы хотите придать такой знаете золотистый именно блеск на этом пока что остановимся давайте заблокируем все чем мы сейчас не будем пользоваться ставим только фонари и нашу цветокоррекцию все это даже этот фонарик удалим оставим только цветокоррекцию группируем ставим под нашу белую маску и либо control 7 либо создать маску вот таким образом вот так вот было без маски вот так вот вместе с маской копируем маску переносим на наш второй фонарик прячем под тень допустим чтобы они не смотрели совсем одинаково можно во втором немножко как-нибудь подвинуть ну подвинуть не шибко что-либо изменилось ну да ладно вот таким вот простым легким способом можно рисовать такие композиции конечно потом все это прячем под общую маску control c control f я обычно нижний слой вывожу немножко за рамки чтобы точно он попал под маску и control 7 вот это уже считается более менее законченная композиция также смотрим чтобы не было открытых путей и конечно же если мы будем загружать ее на шаттер сток мы делаем монтажную область 2000 на 2000 наш файл мы тоже делаем 2000 на 2000 control 0 уменьшаем чтобы видеть все рабочее пространство проверяем еще раз и давайте допустим сохраним итак для сохранения ставим настройки EPS естественно меняем название на какое-нибудь более адекватное допустим допустим рамадан вставляем EPS я обычно когда даю название ставлю еще допустим там дату когда это было создано и допустим номер 1 если я буду создавать семиляры а я точно буду создавать семиляры поэтому примерно название выглядит именно так нажимаем сохранить далее ставим настройки 10 нет я ставлю 90 обязательно после сохранения заходим проверяем открываем и окей должно весить не более 100 мегабайт то есть все наши эффекты это все хорошо но не больше 100 мегабайт для шаттера теперь это такое условие заходим проверяем наш файл он весит 19 мегабайт но это еще не все закрываем его теперь давайте откроем наш файл и проверим что ничего не растрировалось и все так же как мы его и создавали нажимаем ctrl а открытых путей нет и нету растро 8 переходов еще иногда конечно же я делаю этот фристок мастер то что я вдруг забыла разобрать он все таки разбирает а переходы огонь мы их не разобрали или разобрали все таки вот так вот выглядит разобранный огонь давайте здесь тоже разберем честно говоря я не знаю к этому вроде бы и не придираются на шаттер стоки ну если честно я всегда разбираю хотя вроде как опять же повторюсь к этому по моему не особо придираются еще у нас есть вот здесь вот переходы ну мы их просто удалим потому что по сути их даже и не видно если бы мы экономили место мы бы ну просто вообще там удалили большую часть все разблокировываем проверяем вот теперь у нас снова нет переходов и давайте пересохраним и посмотрим на сколько изменился вес нашего файла был он где-то 19 вряд ли он стал меньше скорее всего он станет больше посмотрим на сколько стал 16 даже то есть он даже меньше стал проделываем то же самое то есть открываем да у нас ничего не растрировалось все у нас хорошо вот это вот уже достаточно готовая композиция которую можно даже и загружать и ничего больше не добавлять спасибо за внимание надеюсь видео было вам полезным и интересным что вы для себя что-то подчеркнули и до встречи в следующих видео всем пока пока